Мы продолжаем наш разговор о выборе супруга. Мы говорили о том, что запрещено жениться за многобожницу или выходить замуж за многобожника. Мы говорили о запрещении выходить замуж нашим сёстрам за мужчин из обладателей Писания, но со стороны мужчин, чтобы мужчина-мусульманин женился на женщину из обладателей Писания, это разрешается. Но мы говорили, что это не является основой, а является исключением, и мы об этом подробно объяснили. И всегда мы говорим именно исходя из главных целей никаха. Это целомудрие, и это совместная, постоянная, совместная жизнь, и это то, что семейная жизнь, семейные отношения, супружеские отношения строятся на основании любви, а любовь — это великое чувство и имеет высокое значение в исламе. Когда речь идёт о мужчине или о женщине, которые продолжают совершить мерзость и не раскаиваются от этой мерзости, совершают прелюбодеяние, что об этом говорится в Куране в отношении «Можно ли жениться? Можно ли выходить замуж?» Аллах говорит в Куране, сура номер 24, ая номер 3, «Прелюбодей не женится иначе, как на прелюбодейке или многобожнице, а на прелюбодейке женится не иначе, как прелюбодей или многобожник. Верющим же это запрещено». Конечно, уважаемые жамаат, уважаемые зрители, по толкованию этого аята некоторые учёные, некоторые сподвижники пророка, как Ибн Аббас, они говорили о том, что здесь имеется в виду не никах, а имеется в виду совокупление. То есть прелюбодей совокупляется с прелюбодейкой, естественно. Они будут, я имею в виду, как раз он делает это без никаха, значит он прелюбодей, она прелюбодейка. То есть здесь не подразумевается, по мнению Ибн Аббаса, ради Аллаху, не подразумевается никах, а подразумевается совокупление. Хотя многие учёные считают, что здесь подразумевается никах, потому что Аллах, субхану ата'аля, в других аятах, когда говорил о том, когда женится, Аллах, субхану ата'аля, сказал «не распутничая». То есть, когда вы женитесь, вы отдаёте махр, вы с целью для целомудрия и не распутничая. И в этом аяте Аллах, субхану ата'аля, указал это, то есть, выходить замуж за прелюбодейка или жениться за прелюбодейку, Аллах, субхану ата'аля, сказал «верющим это запрещено». Но, исходя из этого, некоторые учёные, как Аль-Имам Ахмад, говорят о том, что если мужчина, который совершает прелюбодеяние, не раскаялся должным образом от совершения этой мерзости, и если женщина, которая совершила прелюбодеяние, продолжает и не раскаялась от этого и от этой мерзости, то нельзя чистому мусульманину жениться на ней, и нельзя чистой мусульманке выходить замуж за такого человека. Почему, уважаемые жена, почему, уважаемые зрители? Вспоминайте основные цели от создания семьи, и вспоминайте те стратегические цели нашей религии, сохранение разума, сохранение религии, сохранение родословности, сохранение имущества у каждого человека, и сохранение здоровья. Когда женщина-мусульманка выходит замуж, пусть это будет мусульманин, мы не объявляем их кафирами, кто совершает грехи, обратите внимание, но мусульманин он, но он совершает прелюбодеяние, и об этом знают. Когда женщина-мусульманка выходит замуж за таким человеком, или когда мусульманин женится на такую женщину, известную своим этим грехом, что происходит? Во-первых, это угроза для здоровья. Почему? Потому что этот человек, этот мужчина, может он прихватить болезнь, которая передается половым путем, в том числе такая суровая болезнь, как ВИЧ-инфекция. Значит, здесь есть угроза для первой вот этой цели, и стратегических целей ислама, сохранения здоровья. Причем это угроза не только для женщины его, для мусульманки, которые выйдут замуж за него. Это будет угроза для детей, потому что иногда некоторые дети от того, что их мат заразилась, они могут рождаться уже ВИЧ-инфицированными или с другими заболеваниями, которые передаются половым путем. Значит, это первая угроза для здоровья. Вторая угроза – это для родословности. Когда он, тем более, мы еще раз подчеркиваю, продолжает свой грех совершить, она продолжает этот грех, тогда будет угроза для определения родословности детей. А чей этот ребенок, от кого этот ребенок, это будет тоже большая угроза для родословности. В-третьих, это может быть угрозой тоже для имущества, для имущества семьи, потому что этот человек, этот прелюбодей или прелюбодейка, когда он этим занимается, если он болеет, и сколько будут уходить на это из имущества семьи, это тоже угроза для имущества семьи. Следующая угроза – это угроза относиться к религиозности семьи, потому что дети, которые воспитаться будут в этой семье, в которой есть, скажем, не дай Аллах, однозначно, отец совершает эту мерзость, или мать совершает эту мерзость, а дети иногда и очень часто берут себе в пример своих родителей, естественно, эти дети могут расти, и у них нет такого чувства отвращения к этому греху, даже если возможно, что они не будут его считать грехом. Поэтому тоже это угроза для религиозности семьи, религиозности детей. И последнее. Очень часто такая семья, в которой есть такой человек, такой мужчина или такая женщина, которая занимается этим делом, они очень часто подвергаются распаду и идут на распад. То есть эта семья рано или поздно разрушится, рано или поздно у нее возникнет недоразумение между мужем и женой, и отсюда будут страдать вся семья, и отсюда будут страдать еще, будут страдать больше всего дети. И еще в завершение подчеркиваю, цель никаха целомудрия не будет достигнута из этого никаха, потому что мужчина, который занимается мерзостью, он не передаст и не сможет помочь своей жене быть целомудренной. Также женщина, если она занимается этой мерзостью, также она не будет способна передать вот этот нрав целомудрия своему мужу. Поэтому со многих сторон мы видим, что такой вид никаха, такой вид брака, он является угрозой для семьи. А зачем нам подвергать себе такой угрозе? Зачем нам идти на такой шаг? Лучше прислушиваться к словам Аллаха Субханахуа Та'аля, в которых он говорил, «Это верующим запрещено». Дай Аллах Субханахуа Та'аля, чтобы еще раз подчеркиваю, мы выбирали себе религиозную, мы выбирали религиозного, мы стремились изначально к созданию мусульманской семьи для того, чтобы росли у нас дети в исламе и для того, чтобы наша семья была одним из кирпичей в построении нашего мусульманского общества. Субханаха Аллахуа и Бхамдик Ашхадуа Элла Илла Энт Астагфирука Атубу Иллайки Атубу Иллайки Атубу Илланд Ап渡 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 Аб渡 Продолжение следует...